На окраине кладбище, где начинается поле, брутят козы, и в редком подъездке дрожит тишина. Убирают картошку и тянут на двор с огородом, и за каждым ребенком начертана чья-то судьба. Мне не скоро еще. Для чего же так долго гляжу я, в бередящий простор на распятие железных антенн, и чего-то все жду. То ли сойку спугнули по ходу, то ли другу умершего вспомню, и как бы очнусь ото сна. Где я? Что я? Иду. И не знаю дороги. Только слышу, как воздух ворчит, как лопата стучит, отдаваясь в веселье. И спокойствие мало-по-мало за ходьбой приходит ко мне. Возвратившись домой, выпив чаю, я с книгой прилягу на старом диване, и, открыв наугад, двух страниц не успею прочесть, как усталость возьмет. Я закрою глаза и увижу лес и дым, и пасущийся голос, далеко-далеко колокольный дверь, до сумерек стада прегнали, и она улица зорь угонет, а вокруг хорошо, расплетает сирене, и теперь уже пасущийся голос, и я посоленнюю картошку, окна настишь, и нашего верли, и мать молода, и поет пятифон, и какая-то женщина плачет, и я восемь и в школу пойду, хорошо, хорошо. Ходят ходики, в сонах в раме склонилась старуха. Боже, Боже, как со дном тебя, дорогая моя! Где сиреневый вечер? Где радость надежды? Где козья погрузка? Скрип часом. Тишина, тишина. Или тоже вот дверь памяти, или поминки. И дверь по тьмам привычную толкнул, А там и свет чужой, и странный пул, Куда, где, из дикой догадкой застолью он наделал на реке, Помятился, и щекнул за руке, и вот встает, и ручка под лопаткой. А рядом шум, и гости за столом. И подошел отец, сказал, пойдем, сюда, куда пришел, не опоздаешь, Здесь все свои, и место указал. Но ты же умирал, я ему сказал, а он, не говори, чего не знаешь. Он сел, и я кинул стол с вином, Где кровоплый лук сочился за льдом, И посадился мозговой горошек, И мысль пронзила, это скромный сход. Когда я убедал блины и мед, и холодец из поросячьих ножек, Они сидели, как одна семья, В одних видах отцы и сыновья. И узнавал я, вновь их узнавая, И вздрогнул, и стакан застыл в руке, Я мать свою увидел в уголке, Она мне вглубнулась, как живая, В углу, с железной миской, как всегда. Она сидела странно молода и улыбалась про себя, Но пятна под глазик поступали все яснее, Как будто жить грозило ей, А ей все так же не хотелось уходить обратно. И я сказал, не ты со мной сейчас, Не вы со мной, но помыть о вас. Но я приду, и ты, отец, вернешься под этот свет, И ты вернешься, мать. Не говори, чего не можешь знать, Услышал я, узнаешь, содрогнешься. И встали все, подняв на пассажон. И я хотел подняться, но не мог. Хотел, хотел, но двери распахнулись, Как в лифте распахнулись и сошлись, И то ли вниз куда-то, то ли быстрее, быстрее, И слезы навернулись. И всех как снула, всех до одного. Глаза поднял, а рядом никого. Ни матери с отцом, ни поминания, Лишь я один, да жизнь моя при мне, Да острый холодок на самом дне, Сознание смерти, или смерть сознания. И проживому я подвел черту. Жизнь разделена на эту и на ту. И полужизни опыт подытожил. Та жизнь была беспечна и легка. Легка, беспечна, молода, далека. А эту жизнь я еще не прожил. Он пишет об уэро и так далее по-разному. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова